Глава 7. Смертельные агонии юбиляра. Политекономия – смертельный симптом ростовщического капитализма. Мы сегодня, в начале 21 века, являемся свидетелями многих событий, которые могут иметь воистину глобальные и далеко идущие последствия. Одно из них – начавшееся весной 2013 года обсуждение в Европейском Союзе вопроса о возможном переходе банков к отрицательным процентным ставкам по депозитным счетам. Некоторым этот вопрос может показаться не очень существенным на фоне каких-то других, более ярких и звучных новостей. Но я усматриваю в планах перехода Европы к отрицательным процентам признаки важного перелома, то ли развала, то ли плановой перестройки, той банковской системы, которая на Западе упорно и продуманно выстраивалась на протяжении нескольких веков. Эта банковская система с самого начала была ядром, сердцевиной той модели общества, которую мы привыкли называть капитализмом. По сути, это был ростовщический капитализм. Исчезновение нынешней банковской системы будет означать конец ростовщического капитализма. Как создавалась машина для делания денег из воздуха? После буржуазных революций в Европе ростовщики-процентщики вышли из подполья. С этого времени они стали уважаемыми гражданами и получили титул банкир. Благодаря тому, что ростовщики-банкиры быстро сумели войти во власть, они стали писать и принимать законы, которые еще больше укрепляли их могущество. Если раньше ростовщики выдавали кредиты за счет собственных средств, то в новое время они стали в большей мере опираться на привлеченные средства клиентов. Банковские депозиты. Банки кредитных учреждений превратились в депозитно-кредитные организации. За размещение средств на депозитных счетах ростовщики даже платили проценты, иногда очень щедрые. Но это не потому, что ростовщики были щедрыми, широкими натурами, а потому что им удалось легализовать систему частичного неполного покрытия своих обязательств. Что это означает? Это означает, что на каждую единицу привлеченных денежных средств, золота или законных денежных знаков в наличной форме, они могли выдать безналичных кредитов на сумму, превышающую единицу. Сначала это могло быть, например, полторы единицы. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. И позднее на каждую единицу в законных денег они запросто могли сделать 10 своих единиц. Была создана гениальная воровская машина делания денег из воздуха. Условием ее бесперебойного функционирования должен был быть приток средств на депозитные счета. Вот и платились весьма неплохие проценты держателям счетов для того, чтобы заработать еще большие деньги за счет кредитных операций. Своеобразная долговая пирамида, которая иногда обваливалась в результате массовых набегов вкладчиков. Такие обвалы назывались банковскими банкротствами и банковскими кризисами. Теперь перенесемся в наше время. В 70-е годы прошлого века с печатных станков центральных банков, которые выпускали законные платежные средства на личные деньги, были сняты золотые тормоза. То есть отменена привязка эмиссии выпуска денег к золотому запасу. Был осуществлен переход от золото-долларовой системы к бумажно-денежной системе. Количество законных денег стало стремительно расти. Одновременно росли депозиты и еще стремительно росла масса безналичных денег, создаваемых банками в процессе кредитования. В условиях банковского капитализма началось перепроизводство его главного продукта. Долгое время никто не замечал этого перепроизводства, потому что львиная доля денежной продукции уходила не на товарные, а на финансовые рынки. На полную мощность работали не только печатные станки, но также пропагандистская машина. Миру навязывалась идеология либерализма и монетаризма, без которой нельзя было раздувать финансовые рынки и создавать постоянно растущий спрос на продукцию печатных станков. В начале 21 века, тем не менее, обозначились признаки перепроизводства денежной массы. Разговор о причинах и деталях механизма этого перепроизводства выходит за рамки данной статьи. Признаком перепроизводства любого товара является падение цены на него. То же самое происходит с деньгами. Их перепроизводство ведет к понижению кредитных и депозитных процентов. Перепроизводство денег было и раньше, но затем в результате кризисов происходило восстановление баланса денежного спроса и предложений. Последний финансовый кризис был глобальным. Это резко усложнило восстановление равновесия. Явная избыточность денег наблюдается уже несколько лет. Для констатации этого заключения не обязательно заниматься сложными макроэкономическими расчетами. Достаточно посмотреть на процентные ставки по активным и пассивным операциям банков. Россию из этого рассмотрения пока исключим. Это особый случай. А вот в зоне золотого миллиарда ставки центральных банков по операциям рефинансирования и кредитования близки к нулю. У центрального банка Японии ставки по активным операциям уже давно находятся на нулевой отметке. У коммерческих банков они несколько выше нуля. Но они столь незначительны, что гигантских прибылей на кредитных операциях сегодня заработать частным банком уже нельзя. Запад переходит к отрицательному проценту. Строго говоря, отрицательные процентные ставки, как по активным кредиты, так и пассивным депозитам операциям банков, случались еще до начала последнего финансового кризиса. Но речь идет о реальных процентных ставках. Последние рассчитываются как номинальные, обозначимые в договорах за вычетом обесценения денежных сумм по влиянию инфляции или изменению валютного курса. Но такие отрицательные проценты, результат конъюнктурных колебаний, вызванные рынком потери, такие неприятности периодически случались, но рассматривались в качестве нормы жизни. Банкиры свою депозитно-кредитную политику все-таки всегда выстраивали, исходя из положительных номинальных значений процентов и рассчитывая на то, что и реальные проценты также будут положительными. Но в 21 веке произошло то, чего не было ни в 20-м, ни в 19-х веках, а именно возникли номинальные отрицательные проценты по депозитам операций. Наиболее яркий пример отрицательных процентов по активным операциям ставки рефинансирования Центрального банка Японии. Там уже на протяжении нескольких лет банки Японии раздают деньги коммерческим банкам практически бесплатно, даже с небольшой отрицательной процентной ставкой, минус 0,25%. А коммерческие банки выдают кредиты под весьма символический положительный процент. Можно взять в качестве примера банковскую систему США. Там в отдельные годы отрицательные были реальные проценты по кредитным операциям. Кредиты не дают необходимого заработка американским банкстерам. Мне могут выразить последние данные, показывают, что банки США в 2012 году получили прибыль в размере 141 миллиард долларов. И эта радостная новость была распиарена мировыми СМИ. Эта цифра не должна никого вводить в заблуждение. Во-первых, даже самые хилые банки после могучей бюджетной подпитки могут некоторое время показывать доходность. Но затем подпитка кончается, и они вновь впадают в коматозное состояние. Замечу, что в период последнего финансового кризиса из федерального бюджета США в банковскую систему страны было влито в общей сложности почти 2 триллиона долларов. Скоро эффект этой мощной подпитки закончится. Во-вторых, основная часть доходов американских банков уже давно обеспечивается не за счет кредитных операций, а за счет спекулятивных инвестиций в ценные бумаги. В ряде стран уже были сделаны попытки возвести отрицательные процентные ставки в рамк сознательной официальной политики. Первым это сделал центральный банк Швеции, Риксбанк. Он решил провести эксперимент, установив с 1 июля 2009 года отрицательные процентные ставки по средствам, принимаемым на свои депозиты от коммерческих банков минус 0,25%. Мотивировалось это тем, что, мол, надо разворачивать коммерческие банки на кредитование экономики. Наиболее эффективным сторонником отрицательных ставок в Швеции стал заместитель управляющего Риксбанка Ларс Свенсон, признанный эксперт по теории монетаризма, тесно общающийся с главой Американского федерального резерва Беном Бернанке, с которым они вместе работали в Принстоне. Правда, в США возможность введения отрицательных процентных ставок обсуждается лишь в академических кругах. Намеков на введение отрицательных процентных ставок Бернанке пока не делал. Центральные банки некоторых стран, в частности Великобритании, заявили, что будут внимательно изучать шведский опыт. Вторым после Риксбанка стал Центральный банк Дании, который ввел в июле 2012 года отрицательные ставки под депозитом для сдерживания колебаний курса кроны по отношению к евро. В феврале 2013 года Банк Англии заявил, что рассматривает отрицательные ставки в качестве возможной меры стабилизации экономики. В 2012 году ведущие швейцарские банки ввели отрицательные процентные ставки по депозитам под предлогом того, что это должно предотвратить резкое повышение курса швейцарского франка под влиянием притока денег из других стран Европы, держатели которых хотели спастись от долгового кризиса в Еврозоне. Даже в условиях демонтажа банковской тайны швейцарские банки оказались для европейцев привлекательнее, чем немецкие и французские банки, не говоря уже про банки Южной Европы. Возникает парадоксальная ситуация. В мире после финансового кризиса появились банки, которые совершенно не похожи на депозитно-кредитные организации, которые существовали по крайней мере два столетия. После кипрских событий представители разных кругов, академических, предпринимательских, государственных, задумались над простым вопросом, что представляют собой операции клиентов по размещению своих средств на депозитных счетах банков. Хранение имущества, инвестирование, кредитование – вопрос этот теоретический. А в практическом плане ни у кого нет сомнения о том, что средства на депозитах будут конфисковываться в объемах, необходимых для спасения банков. Возникает парадоксальная ситуация. Сегодня возник очень высокий риск потери средств на депозитных счетах. Принято считать, что в условиях рыночной экономики любой риск компенсируется, уравновешивается ожиданием, обещанием прибыли. В случае с банками нет никакого обещания прибыли в виде депозитных процентов. Более того, клиенты еще обязывают платить за размещение средств на депозите. Очевидно, что такая ситуация находится в полном противоречии с принципами рыночной экономики или традиционного ростовщического капитализма. Не только пряники, но даже иллюзии пряника в банковском мире для обывателя исчезли. Но не следует забывать, что у банкстеров, кроме пряника, на готове имеется еще и кнут. Закат ростовщического капитализма. Что дальше? В свое время Карл Маркс в третьем томе капитала обосновал тезис под названием «Тенденция нормы прибыли к понижению». В оригинале у Маркса «Гезетс фом тенденциэлен фальдер профицитрате». Как нетрудно догадаться, из самого названия тезиса его иногда еще называют законом. При капитализме по причине самих свойств этой модели экономики существует тенденция к уменьшению нормы прибыли в общеэкономическом масштабе. Прибыль при капитализме, как известно, выступает в трех основных формах – судный процент, промышленная прибыль, торговая прибыль. Поскольку в иерархии основных видов капитала наверху находится судный, банковский капитал, то торговая и промышленная прибыль в конечном счете присваиваются судным капиталистам. Маркс по известным причинам этого не писал. Но этот момент прекрасно понимал. Фактически, читая Маркса между строк, приходишь к выводу, классик еще в 19 веке понимал, что судный процент будет неизбежно падать. И это будет означать вырождение самого ростовщического капитализма. А дальше наступит такое общественное устройство, которое Маркс назвал коммунизмом. С Марксом можно согласиться, что общественное устройство, называемое капитализмом, неустойчиво и обречено на исчезновение. Имеется 101 способ доказательства этой несложной теоремы. В том числе, используя упомянутый выше закон тенденции нормы прибыли к понижению. Сложнее у классиков обстоит дело с описанием того, что будет после капитализма. За полтора века, после выхода в свет манифеста коммунистической партии, человечество имело возможность познакомиться в теории и на практике с разными модификациями коммунизма и социализма. Причем на фоне некоторых из них, например, социализм полпота в Камбодже или трудовые армии Троцкого, реальный капитализм отдыхает. Отдельные модификации так называемого коммунизма и социализма напоминают концлагерь. Там тоже все будет общее. Барак, труд, котел с похлебкой, крематорий. Между прочим, впервые практическая реализация проекта концлагерь была осуществлена не революционерами и большевиками, а британскими капиталистами во время англо-борской войны. Но вернемся к теме судного процента. Думаю, что даже у проницательного Маркса не хватило фантазии представить, что процент может стать отрицательным. Отрицательные процентные ставки по банковским депозитам – неизбежное следствие и свидетельство остановки развития реальной экономики. А реальная экономика окончательно перестала развиваться. Она не только не получила и не получает необходимой кредитной поддержки со стороны банков, но постоянно обескровливалась и продолжает обескравливаться за счет утечки денежных средств из реального сектора экономики на финансовые рынки. Иначе говоря, банки паразитировали за счет накопленных человечеством богатств и за счет реального сектора экономики. Сегодня паразит высосал уже почти все соки из своей жертвы и сам находится на грани жизни и смерти. Борясь за свое существование, банковский паразит готов идти на все. Его агрессивность и беспомощность по отношению к обществу резко возрастают. Традиционные экономические модели паразитирования перестают работать. Отрицательные проценты по депозитам – признак того, что модель экономического и финансового строя, которая выстраивалась ростовщиками на протяжении 19-20 веков, стала давать перебои и фактически разваливается на наших глазах. Мы становимся свидетелями, а отчасти и участниками процесса перехода мира к другой финансовой экономической модели. Так что за введением банками отрицательных процентов могут последовать гораздо более серьезные события. Например, принятие банкстерами решения об обнулении в глобальных масштабах всех финансовых требований и обязательств. В новой модели роль денег резко сократится, а их функции будут иными, чем сейчас. Очень вероятно установление жесткой диктатуры мировых банкиров, то есть использование прямого насилия с целью превращения людей в рабов-банкстеров. От экономических методов эксплуатации банкстеры постараются вернуться к прямому принуждению, то есть к рабовладельческому способу производства. Очевидно, что в рабовладельческом обществе роль денег будет минимальна. Рабам они не нужны, а для удовлетворения личных потребностей банкстеров денег потребуется не так уж много. Золотой миллион банкстера и родня будут обслуживаться грязным миллиардом. Все разговоры о золотом миллиарде для профанов. Несколько миллиардов людей на планете вообще не вписываются в планы банкстеров. Вернее, они вписываются в план глобального геноцида. Другой вопрос. Насколько банкстерам это удастся? А если удастся, насколько они способны будут держать под контролем миллионные или миллиардные массы рабов? Банки из традиционных депозитно-кредитных организаций превратятся в центры контроля и учета. Но не финансовых потоков и финансовых активов, а труда и производства. А точнее, контроля поведения человека и его мыслей. О такой посткапиталистической модели общества еще в начале прошлого века писал известный немецкий социалист и финансист Рудольф Гильфердинг. Автор широко известной книги «Финансовый капитал». Он называл такое общество организованным капитализмом, которое, по его мнению, будет уже иметь признаки социализма. В частности, исчезает стихийный характер развития экономики. Банкиры, по его мнению, основная движущая сила новейшей истории. Они обеспечивают эволюционный переход от дикого капитализма к социализму через стадию организованного капитализма. Социалистический идеал Голфердинга – тоталитарное общество, управляемое банкирами. Уже после Гильфердинга некоторые яркие детали такого посткапиталистического общества дорисовали такие писатели и футурологи, как Джордж Оруэлл «Скотный двор» 1984 год и Олдост Хистли «О дивный новый мир». Нетрудно представить, что если банкстерам удастся загнать в концлагерь человечества, превратить сразу же всех рабов в управляемую биомассу будет сложно. Следовательно, неизбежно будут возникать гражданские конфликты и даже войны. В результате противостояния людей диктатуре банкстеров велика будет вероятность горячих войн на международной арене. Это будет жесточайшая борьба между отдельными банковскими паразитами за передел сферы влияния. Вполне вероятно, что нарисованные мною сценарии будущего – самые мрачные и пессимистичные. Другие сценарии более оптимистичны. Что надо, чтобы избежать всего того, что я перечислил выше? В первую очередь, знать и понимать, что мир находится на переломе. Что банкстеры в очередной раз постараются воспользоваться этим переломом для того, чтобы повернуть колесо истории в нужном им направлении. Банкстеры до сих пор добивались успехов благодаря незнанию и непониманию их планов народом, а также незнанию и непониманию того, как устроена и функционирует капиталистическая финансово-банковская система. Наша задача – лишить их этого преимущества. Для начала надо понять – отрицательный процент – предвестник серьезных изменений и потрясений в мире. Борьба с банковским капитализмом или мина под Америку. После финансового кризиса 2008-2009 годов в Америке происходят постоянные наезды на американскую банковскую систему. Все началось с иска американского миллиардера Майкла Блумберга против Федеральной резервной системы с требованием раскрыть информацию о том, каким банкам и сколько ФРС раздает кредитов. Затем началась буря в Конгрессе США, где народные избранники, неожиданно осмелев, стали требовать ограничения полномочий Федерального резерва. А некоторые из них, например, Пол Рон, дошли даже до призыва полной ликвидации от организации. Такого Америка не видела и не слышала на протяжении почти века с момента создания ФРС в декабре 1912 года. Выполняющий в стране функции Центрального банка под давлением народных избранников, недавно был проведен частичный аудит ФРС, который выявил, что в период последнего кризиса ФРС тайком раздал американским и иностранным банкам кредитов на 16 триллионов долларов. Даже президент Обама стал позволять себе иногда резкие критические заявления в адрес банков. Ранее американские президенты предпочитали обходить стороной скользкую и опасную тему банков. Наконец, в прошлом году в Америке в разных городах, как грибы после дождя, стали появляться протестные группы под общим названием «Оккупируй Уолл-Стрит». Информационное событие CNBC от 1925-2012 года. И вот в конце октября текущего года мы узнаем еще об одной громкой акции в США против банков. Эта история нашла свое отражение во всех мировых СМИ, в том числе российских. Перескажу кратко суть событий. Известное новостное агентство CBNC 25 октября 2012 года привлекло внимание ведущих мировых СМИ к крупнейшему в истории США иску об отмывании денег и рэкете, в рамках которого банкстеры. Банкстеры – новое слово, образованное от слов банкир и гангстер. Их партнеры по рэкету обвиняются в получении нечестным путем доходов в размере 43 триллионов долларов. В иске говорится, что в дело вовлечены должностные лица, находящиеся на самых высоких постах в правительстве и финансовом секторе. Поскольку администрация Обамы уголовно не преследует никого из банкстеров и по сути активно занимает у них же банкстеров деньги для компании господина Обамы, Национальная группа инициирующих дело истцов домовладельцев была вынуждена расширить свой иск, включив рэкет, отмывание денег и преднамеренное нарушение санкций в отношении Ирана и закона об эмбарго национальными банками, включенными в число ответчиков банкстеров. В списке предполагаемых заговорщиков были включены генеральный прокурор Холдер, помощник генерального прокурора Тони Вест, бывший губернатор Нью-Джерси Джон Корзайн, бывший министр финансов и один из банкстеров Роберт Рубин, министр финансов Тимоти Гейтнер, Викрам Пандит, недавно ушедший в оставку опальный председатель Совета директоров Сити Групп, старший советник Белого дома Валери Джаррет, бывший директор по коммуникациям в администрации Обамы Анита Дан, муж Аниты Дан и главный юрисконсульт с предвыборной компанией Обамы Роберт Бауэр, а также многочисленные банкстеры и их аффилированные и доверенные лица. Коллективное исковое заявление было подготовлено юридической компанией Spirialove Group LLP. После того, как эта информация удивительным образом оказалась в мейнстрим новостях, начались разворачиваться весьма подозрительные события в течение нескольких часов. Исходная страница, где размещался материал, была удалена, а старший вице-президент CNBC Кевин Крим получил известие о том, что его дети были убиты при очень загадочных обстоятельствах. Информация CNBC и убийство детей Кевина Крима были хитом октября. Лично я ждал каких-то комментариев и дополнительной информации, которые бы помогли глубже понять суть события. Однако хит исчез из информационных сообщений уже через 2-3 дня. А далее наступило полное молчание. В этой связи попытаюсь самостоятельно высказать некоторые свои соображения. Исковое заявление Spir Love Group. Возможные мотивы, цели, вопроса. Прежде всего, следует разобраться в мотивах и целях составления искового заявления. Инициатором этого коллективного иска, безусловно, является юридическая компания Spir Love Group LLP. Лично мне видятся следующие варианты возможных мотивов и целей акции. Первая пиар-акция группы юристов для того, чтобы раскрутить бренд своей компании. Вторая организация массового протеста против преступной деятельности практически всей банковской системы США и ряда ключевых политиков и государственных деятелей, действующих, действовавших в сговоре с банкирами. Третье. Оказание воздействия на ход и результат президентских выборов США. Четвертое. Сбор юридической компании денег от доверчивых клиентов. Пятое. Различные комбинации выше названных мотивов и целей. В случае, если верны версии 1 и 4, то инициатором всей акции выступала группа юристов, представляющих компанию. В случае, если верны версии 2 и 3, то юридическая компания выступала лишь в качестве исполнителя социального заказа от каких-то внешних лиц и организаций. Я не готов дать ответ на вопрос, какие версии верны, а какие следует отбросить. Обращаю лишь внимание на некоторые мелочи, которые вносят сомнения в официальную картину, нарисованную в СМИ. Первое. Старший вице-президент CNBC, дети которого были убиты, не отвечает за принятие решений о размещении и удалении информационных материалов. Он отвечает за технические вопросы. Цифровое информационные технологии. Второе. Юридическая компания Spire Love Group LLP до 2012 года была известна в США. О ней и сегодня известно очень немного. В этом можно удостовериться, если посетить официальный сайт Spire Love Group LLP. Более того, до апреля 2012 года компания имела другое название – Михаэль G. Stein & Associations LLP. Если покопаться в официальных документах компании Михаэль G. Stein & Associations LLP, то выясняется, что на протяжении 150 лет, по другим источникам на протяжении более 200 лет, она обслуживала банковскую и финансовую элиту США. Еще в 2011 году компания на своем сайте сообщала, что имела опыт работы с 350 банками и финансовыми компаниями. Компания была достаточно закрытой. С народом она не работала. Разворот компании в сторону народа, налогоплательщиков и простых клиентов банков произошел достаточно резко после финансового кризиса 2008-2009 годов. Третье. Коллективный иск, составленный компанией Spire Love Group, вызывает множество вопросов. С данным документом можно познакомиться любому желающему. Он размещен в интернете, в режиме чтения. Исковое заявление насчитывает несколько сот страниц. Хотя я не юрист, но вижу, что оно не похоже на юридический документ, а скорее представляет собой документ политического характера. Вчитываясь в строки искового заявления, понимаешь, что документ, мягко говоря, неряшливый. Трудно поверить, что он составлялся компанией, которая, как утверждается на ее сайте, имеет более чем двухвековой стаж юридической практики. Об отмывке денег банкирами. Обращу внимание на следующий момент искового заявления. В нем, в разных комбинациях, повторяется одна и та же мысль. Деньги клиентов американских банков, получивших ипотечные кредиты, уходят за границу на счет офшорных фирм, учрежденных американскими банкирами. И там отмываются. Однако, если смотреть на ситуацию объективно, то скорее все как раз наоборот. Наличные деньги мировой наркомафии поступают на депозитные счета американских банков. То есть, американская банковская система является крупнейшей в мире прачечной. Американские банки аккумулируют эти грязные деньги через сеть своих отделений и дочерних структур, действующих в разных уголках мира. По данным Департамента ООН по наркотикам и организованной преступности, только во время последнего кризиса наркомафия разместила на депозитных банках почти 400 миллиардов долларов грязных денег. Любой банкир знает, что один доллар наличных денег, размещенных на депозите, позволяет банку создать из воздуха несколько новых безналичных долларов в виде выданных кредитов. Так что ипотечные кредиты, которые американские банки раздавали щедро в прошлом десятилетии, новые чистенькие доллары, созданные в результате отмывки грязных денег мировой наркомафии. То есть деньги, которые американские банки успели собрать с получателями ипотечных кредитов, первоначальные взносы, уплата процентов, погашение основной суммы долга, крохи по сравнению с сотнями миллиардов новых безналичных денег. К тому же, такие деньги были изначально чистыми. Отмывать их не надо. Юридическая фирма, которая имеет опыт работы с крупными банками, такие азбучные истины должна знать. Да, некоторые банки действительно занимаются отмывочными операциями в экономическом пространстве США. Наиболее крупный отмывочный скандал за всю историю США – скандал вокруг банка HSBC. Банк этот не относится к группе Old Street, он считается европейским. Фактически находится под контролем группы Ротшильдов. Последняя новость – власти США и банк HSBC договорились о полюбовном разрешении неприятной истории. Банк заплатит в американскую казну полтора миллиарда долларов в виде штрафа за свои операции с грязными деньгами. Но это капля на фоне тех миллиардных и триллионных операций с грязными деньгами, которые те же американские банки осуществляют за пределами США, в том числе в офшорах. Сколько денег в офшорах? Авторы искового заявления совершенно не в ладах с цифрами. Сумма искового заявления – 43 триллиона долларов. Давайте сравним ее с некоторыми другими цифрами, характеризующими экономику США. На сегодняшний день триллионов долларов в текущих ценах. ВВП в годовом исчислении – 15. Национальный долг – 16,1. Задолженность по ипотечным кредитам – 13,1. Расходы федерального бюджета – 3,5. Наличные деньги в обращении – 2,6. Общая денежная масса – наличные плюс безналичные деньги – 10 ровно. Как видно, юридическая фирма, представляющая интересы должников по ипотечным кредитам, призывает получить от банков суммы, которые более чем в 3 раза превышают общую задолженность миллионов клиентов, получивших ипотечные кредиты. К тому же, она представляет интересы не более чем 1 тысячи покупателей ипотечных кредитов. Общая сумма задолженности этой группы людей может исчисляться не триллионами, а лишь сотнями миллионов долларов. Юридическая фирма Spire Love Group разъясняет, что с помощью указанного иска она пытается вернуть все те деньги клиентов американских банков и американских налогоплательщиков, которые были выведены американскими банками в офшоры. Действительно, в офшорах имеются немалые деньги, которые американские банки выводят из экономики США, прежде всего для того, чтобы самим не платить налоги, а также предоставляя такие услуги своим богатым клиентам. А сколько всего скопилось денег в офшорах-зонах по территории всего мира? Летом этого года были обнародованы оценки авторитетной неправительственной организации Tax Justice Network, которая занимается вопросами нелегального вывоза капитала и офшорами. По ее данным, аккумулирование в офшорах в состоянии составляет как минимум 21 триллион долларов и как максимум 32 триллиона долларов. Так видно, даже максимальная оценка Tax Justice Network существенно меньше суммы, содержащейся в исковом заявлении Spire Love Group. А ведь в офшорах находятся средства физических и юридических лиц не только из США, но и из многих других стран. Более того, американским компаниям до последнего времени было существенно сложнее уходить от налогов в офшорные гавани, чем компаниям многих других стран. Астрономические суммы, заложенные в исковое заявление, показывают лишь то, что авторы документа не особенно утруждали себя логикой и элементарной математикой. Астрономические цифры нужны, видимо, для того, чтобы эффективно воздействовать на эмоции широкой аудитории. Итак, это не иск, а политическая бомба. Еще раз задумаемся, что же могло стоять за событиями 25 октября 2012 года. Отметим, что сегодня в Америке каждый год происходят так называемые ипотечные конфискации, число которых исчисляется сотнями тысяч. Таким образом, на улице оказываются миллионы американцев. Люди ищут пути противодействия натиску банков. Подаются коллективные и индивидуальные иски против банков. По оценкам Financial Times, опубликованным в сентябре сего года, число исков по ипотечным кредитам может увеличиться до 100 тысяч. Фактически, банки могут поплатиться за излишне агрессивные действия, которые имели место в период между 1 января 2009 и 31 декабря 2010 годов. Среди банков, которые будут вынуждены выплатить компенсации, могут оказаться такие финансовые гиганты, как Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, HSBC, MetLifeBank, PNG North Chase, Wells Fargo. В результате банки могут быть вынуждены заплатить по каждому из обращений от 500 до 125 тысяч долларов за совершенные ошибки. Возможно также возвращение ранее отчужденного банком объекта недвижимости. На фоне традиционных судебных исков, документ, подготовленный Spire Love Group, больше похож на политическую декларацию, предназначенную для активного раскручивания в СМИ. Вряд ли американские суды примут к рассмотрению такое исковое заявление. Информационное агентство CNBC должно было сделать первый выстрел, а другие СМИ должны были подключиться к боевым действиям. Но что-то в последний момент сорвалось. Заметка CBNBC была удалена с сайта, атака была отменена. Видимо это результат какого-то очередного компромисса между конкурирующими группами мировой элиты, достигнутого в последнюю минуту или наоборот в первую минуту начавшейся войны. События вокруг искового заявления Spire Love Group представляют собой причудливую комбинацию проявления объективных процессов в американском обществе и субъективных попыток мировой элиты оседлать протестные настроения простых американцев в своих интересах. В стране накопилась критическая масса энергии протеста против алчных банков Old Street, марионеточной администрации Белого дома и коррупционного правительства, продажных республиканской и демократических партий, античеловеческой капиталистической системы в целом. Одновременно внимательному наблюдателю видны попытки части мировой элиты контролировать и канализировать в нужном направлении энергию народного протеста. Исковое заявление Spire Love Group чем-то напоминает мне начавшееся в Америке в 2011 году весьма мутное движение «Оккупируй Уолт-стрит». Это движение, как утверждают информированные источники, спонсируется и политически поддерживается известным финансовым спекулянтом и агентом Ротшильдов Джорджем Соросом. Формально движение носит антикапиталистический характер, а фактически способствует расширению, расшатыванию США как единого государства и изменению баланса сил в мире в пользу группы Ротшильдов и ослаблению группы Рокфеллеров. Исковое заявление Spire Love Group призвано было привести в движение многие миллионы американцев, которые попали в долговую петлю ипотечных кредитов и оказались в отчаянном положении. Это намного более серьезная сила, чем сотни или даже тысячи разрозненных участников движения «Оккупируй Уолт-стрит». Еще раз о конце света и Федеральной резервной системе. В последние месяцы в российских СМИ появилось большое количество публикаций на тему скорого апокалипсиса. Называется точная дата конца света – 21 декабря 2012 года – 21.12.12. Смысл всех этих информационных сообщений одинаков. В указанный день истекает 99-летний срок аренды денежного печатного станка Федеральной резервной системы США. Как это было принятие закона о Федеральном резерве в 1913 году? Отчет срока ведется от 21 декабря 2013 года, когда в Конгрессе США был принят закон о Федеральном резерве, который предусматривал создание Центрального банка под названием Федеральная резервная система США и предоставил этому институту полномочия по выпуску денег в стране. Далее авторами публикаций на тему 21.12.12 делаются следующие заключения. Первое. В указанный день останавливают свою работу печатный станок ФРС. Второе. В короткие сроки американская мировая экономика, зависящая от долларовой эмиссии, начнут испытывать дефицит ликвидности денег. Это приведет к дезорганизации экономической жизни на всех уровнях, резкому падению производства и потребления, резкому обострению социальной напряженности. Третье. На почве экономических противоречий и социальной напряженности начнутся вооруженные конфликты на всех уровнях. На глобальном уровне неизбежна мировая война с использованием оружия массового поражения. То есть, строго говоря, 21 декабря лишь начнется цепочка событий, ведущих к апокалипсису, а конец света наступит несколько позднее. Что значит аренда печатного станка Федеральным резервом? Если использовать более строгую лексику, то менее чем через три месяца истекает срок действия полномочий, представленных Конгрессом США в виде лицензии или концессии, по-английски chart, указанному частному институту. А основным из этих полномочий является право выпускать законное платежное средство, легал тендер, доллар США. Постараюсь нести ясность в вопрос о сроках полномочий Федерального резерва, а заодно дать собственное видение проблемы, касающиеся будущего этого института. Итак, в декабре 1913 года был принят закон о Федеральном резерве, Федерал резервы акт о 1913. Кстати, хронология событий такова. А. 22 декабря 1913 года голосование по законопроекту в Нижней Палате Конгресса США. Б. 23 декабря 1913 года голосование в Верхней Палате Сенате. В. В тот же день, 23 декабря 1913 года, буквально через час после голосования в Сенате, подписание закона президентом США Вудро Вильсоном и вступление закона в силу. Почему в нынешних публикациях о конце света фигурирует 21 декабря? Вообще непонятно. Видимо, авторам публикации понравилась красивая комбинация цифр 21, 12, 12. Смахивает на каббалистику. О сроках аренды печатного станка. В разделе 4 указанного закона, в том виде, как он был принят в 1913 году, сказано, что полномочия Федеральным резервным банкам, составляющим ФРС, всего их 12, предоставляются на срок 20 лет, то есть до конца 1933 года. При этом оговаривается, что полномочия могут быть отозваны и ранее указанного срока, если Конгрессом США будет принят по этому поводу специальный закон, или если Федеральный резерв будет нарушать полномочия закона 1913 года в оригинале, следующая формулировка. Но о таких 99 годах аренды в законе 1913 года упоминания вообще нет. В истории Америки, к моменту учреждения ФРС, сложилась, если хотите, определенная традиция выдавать лицензию, хартию, устав Чарт, Центральному банку именно на 20 лет. Первым прототипом Центрального банка там был Банк Америки. Зачем Первый банк Соединенных Штатов? Наконец, Второй банк Соединенных Штатов. Банк Америки получил хартию в 1781 году, однако основатели быстро сообразили, какие угрозы завоеванием американской революции несет этот институт. Через 4 года они отозвали хартию. Первый банк Соединенных Штатов получил хартию в 1791 году и действовал на протяжении 20 лет. Однако продление срока хартии не последовало. Наконец, Второй банк Соединенных Штатов получил от Конгресса хартию в 1816 году, однако она была отозвана у банков досрочно в 1834 году. Это удалось сделать не без труда и риска для жизни американскому президенту Эндрю Джексона. После этого Америка на протяжении 80 лет жила без Центрального банка, хотя банкиры все это время предпринимали постоянные попытки навязать американскому народу данный институт. Во многих зарубежных и некоторых российских источниках говорится о том, что уже давным-давно ФРС получила бессрочные полномочия. Это правильно. Только не всегда точно определяется момент перехода Федерального резерва на бессрочную арену печатного станка. В этом действительно непросто разобраться, потому что за почти вековой срок существования ФРС в США было принято в общей сложности около 200 законов, вносивших изменения и подправки в законы Федерального резерва 2013 года. В США имеется свод всех законов, называющихся Кодексом США, United States Code, USK. В нем находят отражение все действующие американские законы с учетом поправок и дополнений, сделанных в разное время. В этом кодексе также имеется действующая, на данный момент, версия закона о Федеральном резерве. Почему-то момент перехода ФРС на бессрочную аренду печатного станка часто увязывается с приходом в Белый дом президента Франклина Рузвельта. Вступил в должность в январе 1933 года. Якобы первое, что он сделал, протащил через Конгресс на секретном заседании поправку, которая давала Федеральному резерву бессрочные полномочия. Одна из наиболее популярных конспирологических публикаций подобного рода статья Вайна Краут Крамера Федеральный резерв. Его создание, история и текущая стратегия. Он пишет о судьбе закона 1913 года. Параграф 341, часть 2. Закон действует в течение 20 лет. Если за это время он не будет отменен Конгрессом или его лицензия ФРС не будет отменена в связи с нарушением закона, Федеральному резерву был определен срок жизни 20 лет, то есть до 1933 года. Кто был президентом в это время? Франклин Рузвельт, конечно. Прекращение деятельности Федерального резерва не произошло. Однако Франклину Рузвельту приписывают несуществующую заслугу перед банкирами Федерального резерва. На самом деле еще в 1927 году был принят закон, который снял временные ограничения на право Федерального резерва выпускать деньги. В оригинальном тексте закона сказано очень похоже на формулировку закона 1913 года, только без фразы на срок 20 лет. Современные страсти вокруг ФРС. Важно, однако, то обстоятельство, что в законе о Федеральном резерве сохранилось положение о праве Конгресса США лишить Федеральный резерв полномочий по одному из двух оснований. А. Принятие Конгрессом закона о таком лишении даже при полном выполнении ФРС всех требований закона. Б. Нарушение Федеральным резервом положения закона 2013 года. Лично для меня нет никаких сомнений, что Федеральный резерв уже давно должен был быть лишен своих полномочий за грубые нарушения американского законодательства. Один из наиболее ярких примеров тайная операция по выдаче громадных кредитов крупнейшим частным банкам в период последнего финансового кризиса. Частный аудит ФРС показал, что сумма таких кредитов превысила 16 миллионов долларов. Примечательно, что среди получателей большое количество неамериканских банков. А принятие решения о выдаче Федеральным резервом кредитов нерезидентам иностранным организациям возможно только в согласии Конгресса. Также примечательно, что все это делалось в тайне от слуг народа, конгрессменов и сенаторов. До сих пор прошло уже более года после опубликования результатов этого аудита точки над «и» не поставлены. Председатель ФРС Бернанке в разумительных разъяснений по поводу таинственных операций не представил. Никакой особой мистики вокруг деятельности Федерального резерва нет. Имеет место напряженное противостояние мировых банкиров и американской нации. Пока банкирам удастся отстаивать и сохранять свои позиции. Хотя возмущение народа по поводу откровенно коррупционно-бандистской деятельности банкиров достигло своего апогея за все время существования Федерального резерва с 2013 года, летом 2012 года по всем мировым СМИ прошла ошеломляющая новость. Конгресс США 25 июля большинством голосов проголосовал за законопроект об аудите Федерального резерва. Инициированный легендарным конгрессменом Роном Полом За было подано 327 голосов против 98. Заметим, что законопроект предусматривает полный аудит ФРС, включая проверку в соответствии статуса этого института американской конституции. Напомним, что по конституции США неотъемлемое право печатать деньги принадлежит только народу и выбранному ей Конгрессу. Слава Богу, сегодня уже достаточно большое количество американцев сделали для себя открытие. 99 лет назад это право печатать деньги было передано в аренду частной корпорации. Мало того, американский народ до сих пор не знает толком, кому она принадлежит. Ряд дотошных исследователей, например, Юстас Муллинс, написавший книгу «Тайны Федерального резерва» «Secret of the Federal Reserve» доказывает, что среди главных акционеров ФРС крупнейшие неамериканские банки. Кстати, ни Пол Рон, ни другие жесткие и профессиональные оппоненты ФРС из Конгресса США ни разу не упоминали о том, что якобы в конце текущего года кончается срок аренды печатного станка. Думаю, что они знают каждую запятую в законе о Федеральном резерва. Законопроект об аудите ФРС до сих пор не стал действующим законом, так как акционеры этой частной корпорации оказывают бешеное сопротивление. Сейчас они пытаются похоронить законопроект в Сенате США. Тем не менее, голосование в Конгрессе гораздо более важное событие американской и даже мировой жизни, чем мистические цифры 21-12-12. Не по этой ли причине Бен Бернанке и Совет по операциям на открытом рынке ФРС, Совет мудрецов, поспешили принять решение о старте третьего этапа так называемых количественных смягчений. За этим термином скрывается масштабная раздача Федеральным резервам денег американским частным банкам Олд Стрит под прикрытием борьбы с безработицей по 40 миллиардов долларов в месяц в виде выкупа мусорных и патичных бумаг из портфелей банков. Банкиры спешат выжать из печатного станка все возможное. А вдруг завтра у них отберут аренду на этот станок? Одновременно банкиры ФРС судорожно ищут кардинальные решения для своего спасения. Резко возрастает их агрессивность и авантюризм. Развязывание войн за пределами Америки важный стратегический ход, который, по их мнению, поможет развернуть внимание и возмущение американских законодателей и американского народа с ФРС на другие объекты. Террористы, исламисты, диктаторы и тому подобное. А затянув Америку в перманентную войну с остальным миром, банкиры рассчитывают хорошо на этом заработать. Одна из последних публикаций на эту тему Мартина Кукша Экспорт долларов и войны основа экономики США Фонд стратегической культуры 22.09.12 года Реализация упомянутого выше стратегического замысла хозяев ФРС прямой путь к мировому апокалипсису. Лишить Федеральный резерв своих полномочий можно и нужно, но дожидаясь мистической даты не дожидаясь мистической даты 21.12.12. Американские законодательства не только позволяют, но прямо требуют этого. Пол Рон очень убедительно объясняет это в своей известной книге «Покончить с Федеральным резервом», которая стала бестселлером в США. Покончить с Федеральным резервом в интересах не только Америки, но и всего человечества. А Федеральная резервная система США и отсрочки конца света на два дня. По интернету стремительно расходится еще одна версия сенсации, которая до недавнего времени имела кодовое название 21.12.12. Теперь эта сенсация вышла под кодовым названием 23.12.12. Мировые и российские СМИ уже несколько месяцев активно муссируют тему возможной остановки печатного станка Федеральной резервной системы США ФРС, которая якобы должна произойти 21 декабря 2012 года. По мнению авторов публикации на эту тему, именно в этот день должен закончиться 99-летний договор аренды печатного станка, который был заключен между частными банкирами и властями США в конце 2013 года. Далее, в зависимости от фантазии авторов, рисовались различные сценарии конца света, который неизбежно должен наступить после 21 декабря 2012 года. В конце сентября, сегодня, я выступил с публикацией на указанную тему, которая называлась по конце света и в Федеральной резервной системе сайт Фонда стратегической культуры 28.09.12. В ней я ссылаюсь на закон о Федеральном резерве и другие законодательные акты США. Кратко обрисовал истинный правовой статус ФРС и объяснил, что информация о конце света, который должен наступить 21.12.12, очередная информационная утка. Между прочим, обратил внимание авторов уток, что 99 лет с момента подписания закона Федеральной резервы происходит не 21, а 23 декабря. После этого авторы уток несколько перестроились. Кодовое название сенсации поменяли на 23.12.12. Слава Богу, земная жизнь человечества была продлена на 48 часов. Ровно за месяц до ожидаемого мистически настроенными гражданами события, а именно с 23.12.12. на сайте Война и мир появилась сенсационная статья 23.12.12. В чем интрига автор публикации Жуков М.А. Сразу отмечу, что в материале М. Жукова имеются вполне здравые мысли и приводятся вполне объективные факты. Он совершенно правильно говорит о том, что Конгресс США своим законам в Федеральном резерве предоставил печатный станок частным банкирам в аренду на срок 20 лет. Понятно, что мы пользуемся образным выражением. Строго юридически речь идет о выдаче лицензии частной корпорации на право эмиссии денег, то есть до конца 33 года. Также верно сказано о том, что в 27 году Конгресс США внес закон по правку, согласно которой лицензия становится бессрочной. Но при определенных условиях Конгресс имеет право эту лицензию отозвать. Кстати, в своей публикации я обратил внимание на то, что эти условия уже давно наступили и что американские законодатели не только имеют право, но даже обязаны сделать это, не дожидаясь пистической даты. Заслугой Жукова с моей точки зрения является и то, что он, в отличие от многих авторов, пишущих на тему ФРС, обратил внимание на следующие обстоятельства. Деятельность Федерального резерва определяется не только известным законом 13-го года, но даже учреждительными документами, на основании которых создавалась указанная частная корпорация. Процитирую Жукова. Как и любое частное заведение ФРС создано учредительным договором и договор этот, будучи документом публичным, должен бы быть доступен и храниться в библиотеке Конгресса США. Вопрос вопросов. Он там хранится? Он доступен? Почему нигде в сети нет его отсканированной копии или цитирования его текста? Не приводится он и в блоге живого журнала Андрея Филатова, где последний подробно процитировал практически весь официоз, защищая финансовую систему США со страстью, какую президента в США не часто встретишь. Справка. Андрей Филатов наш бывший гражданин, который уже давно переехал в США, живет во Флориде и ведет на русском языке блог в живом журнале, который посвящен исключительно тематике ФРС США. Отсутствие доступа не только простых граждан, но даже американских законодателей к учредительному договору ФРС становится питательной почвой для разного рода конспирологических версий, домыслов и фантазий. Не избежал такого соблазна и автор публикации на сайте Война и мир. Он настаивает на том, что конец света действительно может наступить, но при этом оговаривается. Может наступить, но не обязательно наступит. Ведь хозяева ФРС очень изворотливы и могут что-то придумать, а может наступить по той причине, что указанный срок 99 лет заложен в учредительном документе о создании ФРС. Вот так. Автор материала учредительного договора не видел, но методом дедукции Шерлока Холмса вычислил, что в договоре должен стоять указанный срок. Конечно, в мировой практике известны случаи учредительных договоров с фиксированной датой закрытия предприятия компании, но почему данная модель договора должна быть применена к Федеральному резерву? Автор объясняет это довольно странным образом, потому что учредители должны были внести в основной капитал корпорации взносы в виде золота. Жуков напоминает, ведь тогда во всем мире был золотой стандарт, поэтому выпускать бумажные банкноты без золотого запаса нельзя было. Это верно. Но почему золото должно было предоставляться на срок 99 лет? Все объяснение автора сводится к следующей фразе. На какой срок мог быть предоставлен золотой уставной капитал для целей обеспечения денежной эмиссии с ФРС? Конечно, это конечно, что не на 100 лет, а на те самые 99, как это принято в практике делового оборота. Я перерыл массу литературы, но нигде не нашел подтверждения тому, что так было принято в практике делового оборота. Учредительные документы по созданию банков не предусматривают ограничения по срокам функционирования банков, а лишь определяют порядок внесения средств, уставные капиталы и возможности порядок их изъятия отдельными акционерами. Срок 99 лет, якобы заложенный в договоре об учреждении Федерального резерва, оставляю на совести автора публикации 23 декабря 2012 года. В чем интрига? Ну, а последующие тезисы автора вообще можно отнести к разряду фантастики. Он пишет, для формирования золотого уставного капитала ФРС нужно было найти в кладчиках и они были найдены, как находились и для первого 1791-1811 года и для второго 1816-1834 года центробанков США. Источники золотого обеспечения в этих двух последних банках известны королевские семьи Европы, включая королевскую семью Великобританию. Вообще-то в любом учебнике по деньгам можно прочитать о том, как формировалась Федеральная резервная система США. Она, как известно, изначально включала 12 федеральных резервных банков, уставные капиталы которых формировались за счет коммерческих банков, которые становились членами ФРС. Вносили они капитал ФРБ и часть своего золота. Тем, кто интересуется деталями по данным вопросу, могу рекомендовать хорошую книгу. Муррет Ротбард «История денежного обращения и банковского дела США от колониального периода до Второй мировой войны». Челябинск, социум, 2005 год. Я не исключаю, что в капитале ФРС участвовали и продолжают участвовать члены королевской семьи Великобритании и других стран Европы, но не напрямую, а лишь косвенно, через участие в капиталах тех коммерческих банков, которые вошли в состав ФРС. Напомню, что закон разрешает участвовать в капитале ФРБ частным физическим лицам, однако доля участия не может превышать 25 тысяч долларов. При этом физическое лицо не имеет права принимать участие в принятии решений корпорации. Но и это еще не самая главная фантазия автора. Главная сенсация публикации основной золотой взнос в капитал ФРС сделал оказывается наш царь Николай Александрович Романов Николай Второй Мне уже не раз приходилось сталкиваться с подобного рода утками. В своей книге «Золото в экономике и политике России» мне пришлось заниматься развенчанием разных мифов о царском золоте. Например, мифа о золотом взносе нашего царя в Федеральный резерв, а также о том, что царское золото из сейфов ФРС перекочевало в золотой запас Международного валютного фонда и так далее и тому подобное. К сожалению, подобного рода утки до сих пор периодически выпорхают со страниц книг покойного профессора дипломатической академии Сироткина, который занимался изучением царского золота. Судя по всему, история о золоте, которое Николай Второй внес в основной капитал ФРС, Жуков позаимствовал у Сироткина. Но Жуков пошел еще дальше. Он вычислил правоприемника нашего царя, которому на сегодняшний день принадлежит несметное богатство до 2 триллионов долларов. Автор пишет в выписках ЕГРУЛ Единый государственный реестр юридических лиц, нескольких юридических лиц, чей суммарный уставной капитал многократно превышает и консолидированный бюджет России и ее ВВП, то есть речь идет о триллионах долларов. Наша расторопная интернет-общественность уже успела вычислить одно из таких юридических лиц, буквально через несколько часов после выхода в свет публикации Жукова. Это благотворительный фонд, Всемирный институт крестьянских исследований государства и права имени Столыпина. Президентом фонда является гражданин Долгорукий Семанский. Фамилия очень звучная, монархическая, но сама личность весьма эпатажная. Могут привести полный титул гражданина. Архимадрид Георгий Великий, принц князь Георгий Пятый Долгорукий Семанский Быков Рюрикович Мономах от Августа Кесаря родством 40 поколения властитель князь Украины Малороссии и Руси Великий Князь Киевский и Черниговский Король Галицкий и Владимира Волынский князь Крымский и властитель Псковский Великий Князь Смоленский Рязанский Полоцкий Ростовский Ярославский Суздальский Мурманский Львовский Северский Тьму Тараканский Гетман и Покровитель Донских и Кубанских Казаков Заступник Православия и Защитник Ислама на Руси У Долгорукого Семанского есть много разных компаний с интересными названиями Ипотаж гражданина Долгорукого Семанского проявляется не только в пышных титулах но и в том что уставные капиталы создаваемых им фоном компаний измеряются сотнями миллиардов рублей это не значит что он второй Ротшиль незаметно проживающий в России дело в том что наше законодательство разрешает достаточно фривольно оценивать имущество носимое в уставной капитал можно например три стула оценить в миллиард рублей но это уже разговор для профессионалов уводящий нас от темы Федерального резерва обидно что журналисты и даже профессионалы экономисты юристы политологи начинают охотиться за сенсациями которые чаще всего оказываются информационными утками вместе с тем многие серьезные проблемы связаны с деятельностью той же Федеральной резервной системы США оказываются вне поля зрения журналистов и экспертов мне в частности уже не раз приходилось писать о недавно проведенном аудите Федеральной резервной системы США между прочим первый сравнительно серьезный аудит за почти вековую историю существования Федерального резерва оказалось что ФРС создала раздала за время последнего кризиса кредитов мировым банкам на сумму более 16 триллионов долларов при этом часть кредитов была тайно предоставлена иностранным банкам без согласования с Конгрессом США что категорически запрещено американским законодательством разве это не основание для того чтобы прикрыть частную лавочку под названием ФРС не дожидаясь мистической даты 23-12-12 ФРС как истинный инициатор войны против Сирии каждый специалист по своему оценивает маневры Вашингтона вокруг Сирии и по своему понимает цели этих маневров сколько экспертов пишущих по теме сирийского кризиса столько и пониманий целей ведущейся против Сирии войны например первое обеспечить Соединенным Штатам энергоресурсами второе создание управляемого хаоса для контроля над регионом Ближнего и Среднего Востока третье защита интересов ближайшего союзника США Израиля четвертое использование Сирии в качестве триггера для того чтобы раздуть пламя региональных войн которая затем перерастет в мировую войну пятое повышение падающего рейтинга американского президента шестое установление более эффективного контроля Вашингтона над Китаем и странами Европы зависящими от поставок энергоносителей из Ближнего Востока седьмое оккупация Сирии с последующим переходом к уничтожению более важного противника США Ирана восьмое обеспечение американского ВПК заказами обогащения оружейных баронов девятое стимулирование с помощью военных расходов находящиеся в стагнации американской экономики десятое отвлечение американцев от безработицы бедности провалов США во внешней политике оправдание действий спецслужб по контролю над населением США и подобное стремясь при такой разноголосице императивных мнений выяснить истинные цели нагнетания Вашингтона напряженности вокруг Сирии нельзя всерьез доверять словам Барака Обамы мы исходим из того что у президента нет понимания общего замысла в отношении Сирии тем более нет такого понимания у Пентагона и боевых американских генералов не случайно на недавних слушаниях в Конгрессе США председателя объединенного комитета начальников штабов четырехзвездочный генерал Мартин Демпси на вопрос сенатора Боба Коркера о том каких целей он будет стремиться достичь в ходе сирийской кампании салдафонской прямотой и честностью ответил я не могу ответить на вопрос о том чего мы не стремимся достичь мир и безопасность через войну с моей точки зрения в иерархии целей сирийского проекта Вашингтона можно выделить три главные взаимосвязанные цели первое проложить путь для агрессора к границам России второе создать условия для развязывания третьей мировой войны третье сохранить нефтедолларовую валютную систему уже немало сказано о том что Сирия лишь промежуточное звено в агрессивных планах Вашингтона вслед за ней объектом агрессии должен стать Иран а после Ирана агрессор непосредственно окажется у южной границы России теперь о второй стратегической цели заметьте что я говорю не развязывание третьей мировой войны а создание условий для ее развязывания нюанс заключается в том что третья мировая война на данный момент Соединенным Штатам не нужна однако в ближайшем будущем она может потребоваться зачем как не неожиданно это прозвучит ответ на данный вопрос лежит в сфере мистической или рациональных ответов тут нет дело в том что хозяева Федеральной резервной системы ФРС диктующую свою волю Америки обладают воспаленным религиозным сознанием они считают себя предтечами Машиаха Мессии ожидая что придя в мир Машиах босядет на трон в Иерусалимском храме который еще предстоит восстановить региональная война на Ближнем Востоке нужна хозяям МФРС именно потому что она в их представлении позволит воссоздать в Иерусалиме третий храм региональная война развязанная в одном из самых взрывоопасных регионов планеты легко может перерасти в мировую войну распространяющую всеобщий хаос это будет такой хаос зрелище которого заставит все народы взмолиться о том чтобы в мире установилась мир и безопасность тогда и наступят последние дни и большинство людей с радостью воспримут приход Машеаха в христианском мировосприятии антихриста который явит себя как гарант мира и безопасности война как способ обнуления долгов впрочем существует упрощенная трактовка того зачем Вашингтону может потребоваться третья мировая война это финансовая версия адаптированная к атеистическому сознанию правящих кругов запада такая война призвана обнулить то есть те астрономические долги которые накопили США и Запад а также банки Олд Стрит и Лондонского Сити задолжавшие всему человечеству суверенный долг США уже превысил 100% ВВП внешний долг этой страны также перевалил за 100% ВВП Европа уже несколько лет переживает тяжелый долговой кризис выходя из которого не видно суверенный долг стран еврозоны неумолимо приближается к планке 100% ВВП еще более критичной является ситуация с внешним долгом у Великобритании например внешний долг приблизился к уровню 500% ВВП такая задолженность сделает Европу невольным союзником Вашингтона и его военных авантюрах война как объясняют ростовщики банкиры политикам должна списать все эти долги иначе конец будет не только банкирам банкам но и многим государствам золотого миллиарда механизмы списания долгов разные некоторые должники в результате войны вообще могут исчезнуть с карты мира известна циничная формула ростовщиков нет должника нет и долга другим могут объяснить что их долговые требования к Америке аннулируются в порядке покрытия расходов Вашингтона на защиту демократии в глобальном масштабе третьих могут издержателей долговых требований превратить в должников обложив контрибуциями и репарациями как врагов и пособников врагов мировой демократии в общем дядя Сэм должен выйти из войны обнуленным вернее обнуленным то есть чистым от долгов на это рассчитывают и его ближайшие союзники в частности Великобритания а дальше Вашингтон мечтает еще раз войти в реку истории как победитель в очередной мировой войне со всеми отсюда вытекающими выводами однако сценарий мировой войны будет запущен лишь в том случае если сохранять долговую пирамиду у Америки уже не будет возможности пока же военно-банковский комплекс США тужась изо всех сил пытается ее сохранить и нарастить Вашингтону нужен нефтедоллар а не нефть теперь о третьей стратегической задаче сохранения нефтедолларовой системы как известно 40 лет назад произошла замена золотодолларовой системы на нефтедолларовую в 1971 году США объявили об отмене размена долларов на золото два года спустя чтобы поддержать мировой спрос на него ничем не обеспеченные доллары США была создана новая система нефтедолларовая в 1973 году было достигнуто соглашение между Саудовской Аравией и США согласно которому каждый баррель нефти купленный у Саудовской Аравии будет оцениваться в долларах США в соответствии с этим новым соглашением любая страна которая пожелала бы купить нефть у Саудовской Аравии должна была сначала обменять собственную национальную валюту на американские доллары в обмен на готовность Саудовской Аравии проводить нефтяные сделки исключительно в долларах США, Америка предложила ей оружие и защиту месторождения нефти от посекательств соседних стран, включая Израиль. К 1975 году все страны ОПЕК согласились оценивать свои нефтяные ресурсы исключительно в американских долларах и получать за нефть доллары. В обмен им обещали поставки оружия, а также военную защиту. Сложившиеся 40 лет назад нефтедолларовая система выгодна Вашингтону вдвойне. Во-первых, банки ФРС получают доход от каждого выпущенного доллара. Деньги ведь кредитные, создающие долги. Банки при этом загребают баснословные прибыли. Кое-какие крохи перепадают и американскому плебсу. Во-вторых, все расчеты в долларах проходят через банки США. Следовательно, у Вашингтона есть эффективный механизм контроля над своими вассалами, входящими в мировую нефтедолларовую систему. Иногда говорят, что Америка на Ближнем Востоке борется за источники бесперебойного снабжения своей экономики нефтью. Примечательно, к событиям 2013 года вокруг Сирии эта версия просто неверна, хотя она была справедливой еще во времена вторжения американцев в Ирак. В своих мемуарах, изданных в 2007 году, бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспин пишет, «Мне печально, что является политически неудобным признавать то, что знает каждый. Иракская война была главным образом войной за нефть». В этом же году нынешний министр обороны США, а тогда же сенатор Чак Хейгел признался, «Люди говорят, что мы воюем не из-за нефти». Ну, конечно же, из-за нее. В течение нескольких последних лет Америка достаточно эффективно решает свои энергетические проблемы с помощью так называемой «сланцевой революции». Ее зависимость от внешних источников с каждым годом снижается. Америка не стремится больше создавать в арабском мире подконтрольные режимы, задачей которых являлось бы обеспечение бесперебойных поставок нефти и газа США. Сегодня импорт нефти из региона Северной Африки и Ближнего Востока в общем объеме потребления нефти США составляет лишь 10%. А в ближайшие годы этот показатель может упасть до нуля. Вашингтон борется за то, чтобы торговля этими ресурсами велась на доллары США. В этом прямой интерес хозяев Федеральной резервной системы. Сейчас, например, Китай устанавливает все более тесные отношения с Ираном, невзирая на санкции. Больше всего Вашингтон, вернее, хозяев ФРС бесит то, что торговля между двумя странами ведется не на доллары США, а на основе бартера, клиринга, национальных денежных единиц. Добровольно никто не хочет торговать энергоресурсами на доллары. Это можно делать теперь лишь под давлением силы. Прежде всего, на производителей и экспортеров. Борьба за нефтедоллар обостряется. Ирак, Ливия, Сирия, Иран. Вот звенья борьбы Вашингтона за сохранение нефтедоллара. Вспомним некоторые подзабытые факты. В начале 2011 года президент Сирии Башар Асад заявляет в начале сотрудничества с Россией и Китаем, в соответствии с которым все расчеты за поставку нефти должны производиться в рублях и юанях. С марта 2011 года в Сирии начинаются антиправительственные волнения, направленные на свержение существующего режима. А 15 ноября того же года вступает силу эмбарго на экспорт сирийской нефти. С 1 июня 2012 года вступает силу эмбарго в отношении Ирана на экспорт нефти, которую Тегеран 2008 года стал продавать за евро и реалы, ориентируясь на внутреннюю биржу. Ситуация для хозяев ФРС становится все более напряженной. В начале 2013 года доля доллара в международных расчетах упала ниже психологически важной планки в 50 процентов. Это очень серьезный сигнал хозяев ФРС. В черных расстрельных списках Вашингтона могут оказаться и другие страны. Это страны, которые торгуют используя а. бартер, б. клиринги, в. золото, г. национальные денежные единицы. Например, Индия и Китай покупают у Ирана нефть на золото. Заставить Индию и Китай отказаться от такого способа торговли Вашингтону не под силу. А вот совладать с Ираном он надеется. Вашингтону также крайне неприятно, что Москва все более уверенно переходит на использование рубля в торговле со странами своего ближнего зарубежья. Контакты с Китаем Россия все чаще заключает в рублях и юанях. Пекин переходит на расчеты в юанях даже со странами Западной Европы. Разве это не основание для того, чтобы Вашингтону рассматривать Россию и Китай как своих серьезных противников? Так что дядя Сэм пытается пробираться границам России через Сирию и Иран по причинам не только геополитическим, но и чисто финансовым. Все, кто подрывают нефтедолларовый стандарт должны быть наказаны. И лишь тогда, когда дальнейшая борьба Вашингтона за сохранение нефтедолларовой системы окажется безнадежной, он приступит к реализации плана Б под названием Третья мировая война. А детонатор этой войны находится в районе Ближнего и Среднего Востока. Более конкретно в Сирии и Иране. Об Иране, Саудовской Аравии и 100-летнем юбиляре ФРС. В условиях глобализации военные, политические и экономические события, происходящие в разных точках мира, иногда удаленных друг от друга на многие тысячи километров, оказываются тесно взаимосвязанными. Сегодня одной из главных тем мировых СМИ стало наметившееся политическое и дипломатическое сближение США и Ирана при одновременном обострении отношений США и Саудовской Аравии. Одновременно все чаще вспоминается такое событие, как создание в 1913 году Федеральной резервной системы США. В декабре исполняется ровно 100 лет с момента учреждения ФРС США. С моей точки зрения, совпадение во времени последних событий на Ближнем и Среднем Востоке и приближающегося юбилея ФРС очень символично. Многие аналитики и эксперты пытаются разгадать причины начавшегося потепления в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Не претендуя на тонкое понимание многих политических и дипломатических нюансов в ближневосточной ситуации, пытаюсь объяснить финансово-денежную сторону событий, которая у многих политологов оказывается за кадром. Американо-иранские отношения после Второй мировой войны были крайне тесными и дружескими. Но после так называемой Исламской революции и свержения в Тегеране в 1979 году проамериканского шаха Пехлеви все изменилось. Не вдаваясь в детали, отметим, на протяжении последних десятилетий эти отношения в лучшем случае были напряженными, а часто и откровенно враждебными. Вашингтон пытался до последнего времени поставить Тегеран под свой контроль, используя разные методы, в том числе экономические и финансовые санкции. В течение последнего десятилетия санкции проводились под флагом борьбы с ядерной программой Тегерана. Якобы эта программа нацелена на создание ядерного оружия. Уже многие годы Иран существует в условиях американских экономических санкций. Они, конечно, затрудняют жизнь Тегерана, но он в какой-то мере сумел адаптироваться к этим условиям. Ключевым моментом санкции Вашингтона является блокирование расчетов Ирана с другими странами в долларах США, поскольку все сколько-нибудь крупные расчеты являются безналичными и проходят через банковскую систему США. Реакцией Тегерана на эту санкцию был переход в расчетах за поставки своей нефти и других товаров преимущественно в евро. Это было вполне оправдано, так как значительная часть этих поставок действительно шла в Европу, где и выпускалась эта денежная единица. Началось дальнейшее закручивание гаек со стороны Вашингтона, который стал давить на своих союзников в Европе. Во-первых, он стал требовать отказаться от закупок иранской нефти. Во-вторых, запретить банкам европейских стран обслуживать расчеты с Ираном в евро. Европейские союзники Вашингтона в значительной степени прогнулись на требования США. Реакцией Ирана была переориентация экспорта нефти на другие страны, прежде всего Индию и Китай. Причем расчеты стали вестись не в долларах или евро, а в рупиях и юанях. Также в торговле с рядом стран, прежде всего с Турцией, стало использоваться золото. Был также задействован старый проверенный способ торговли, позволяющий обходиться без валюты. Бартер. Введя санкции против Ирана, Вашингтон вдруг понял, что рубит сук, на котором сидит. Санкции против Ирана спровоцировали отказ Ирана и его контрагентов по внешней торговле от расчетов в долларах США. Своими санкциями Вашингтон в первую очередь подыграл геополитическому противнику Китаю, вернее его валюте юаню. Вашингтон попытался разрешить возникшую проблему силовыми методами, но есть, то есть провести быстро и победоносно войну против Сирии, а затем военными методами навести порядок в Иране. Военный план Вашингтона, как мы все видели, в сентябре этого года оказался перечеркнутым, прежде всего благодаря твердой и последовательной политической политике России по предотвращению агрессии США против Сирии. Надо отдать должное Вашингтону, который в этой ситуации проявил большую гибкость и оперативность. От конфронтации с Тегераном он пошел на сближение. Вашингтон уже старается даже не вспоминать о ядерной программе Тегерана, которая якобы была главной причиной санкции Вашингтона против Ирана. Понятно, что ядерная программа была в значительной мере лишь прикрытием истинных целей Вашингтона, а истинные цели заключались в том, что Вашингтон хотел установить эффективный контроль над регионом Ближнего и Среднего Востока. Иран – ключевая фигура в регионе. Не поставив под свой контроль Тегеран, нельзя контролировать весь регион. А для чего нужен контроль над регионом? Еще несколько лет назад на первом месте находились соображения, связанные с нефтью и природным газом в регионе Ближнего и Среднего Востока. Сегодня в условиях сланцевой революции энергетические соображения для Вашингтона отходят на второй план. На первый план выходит соображение финансового порядка. Вашингтон стремится сохранить нефтедолларовый стандарт, который существует в мире уже почти 40 лет. Основы этого нефтедолларового стандарта были заложены именно здесь, в регионе БСФ. Саудовская Аравия, другие страны регионов 70-е годы прошлого века на основе специальных соглашений с Вашингтоном перешли на поставки углеводородов исключительно за доллары США. Сегодня далеко не все страны придерживаются этих соглашений, но особенно вызывающе стал себя вести Тегеран, который стал продавать нефть за юани, рупии и другие национальные денежные единицы, отличные от доллара США и евро, а также поставлять нефть в обмен на золото. Стала использоваться также схема бартерных поставок, при которой вообще можно обходиться без валюты, но на это еще подтолкнул Вашингтон, который ввел санкции против Тегерана, а затем заставил присоединиться к этим санкциям Европу. Но начав активный диалог с Тегераном, Вашингтон неожиданно столкнулся с негативной реакцией Эр-Рияда. Не буду сейчас описывать детали быстро нарастающего конфликта между Саудовской Аравией и США, хотелось бы отметить некоторые возможные последствия конфликта. Саудовская Аравия может оказаться очень быстро в таком положении, в каком свое время оказался Иран. Следовательно, против Эр-Рияда могут быть объявлены санкции. Затем можно просчитать реакцию Эр-Рияда. Он попытается уйти от расчетов долларов США, переключиться на другие валюты, а может быть использоваться такие опробированные инструменты, как золото и бартер. Следующий ход будет за Вашингтоном. Ход силовой. Вашингтон попытается военными методами поставить под контроль Эр-Рияд, а поставив под свой контроль Эр-Рияд, заставить выполнять договоренности 40-летней давности расчеты исключительно в долларах США. События на БСВ показывают, что Вашингтон сильно увяз в этом регионе, но поставить его под свой эффективный контроль ему не удается. Он попытался вытянуть из болота одну лапу восстановления отношений с Ираном, но неожиданно обнаружилось, что начала увязать другая лапа. Обострились отношения Саудовской Аравии. Кстати, еще неизвестно, добьются ли американцы главной цели, ради которой они пошли на сближение с Ираном. Я имею в виду, согласится ли Тегеран вернуться к использованию американского доллара в своих международных расчетах. Думаю, что это весьма проблематично, ведь это даже не вопрос двухсторонних договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Китай и Индия вряд ли будут счастливы от предложения вернуться от юаня и рупии к американскому доллару. Тегеран будет тянуть время, но в долларовую систему его уже не затянешь и на Аркане. Просчитать возможное развитие событий на БСВ я не берусь, но похоже, что этот управляемый хаос может в любой момент перерасти в неуправляемую стихию. В общем, некогда твердая ближневосточная основа нефтедолларового стандарта на наших глазах превращается в зыбкое болото. События на БСВ лишний раз показывают нам, что доллар США переживает агонию. Примечательно, что все это происходит накануне столетия с момента создания Федеральной резервной системы. Решение об учреждении ФРС было принято Конгрессом США в последних числах 2013 года. Если произойдет крах доллара, то печатный станок ФРС превратится в ненужный хлам. От ФРС останется одна вывеска. В общем, совсем не исключено, что юбиляр ненамного переживет свою круглую дату, а смерть его может прийти именно из региона Ближнего и Среднего Востока. О банкротстве ФРС. В течение всего октября одной из главных тем мировых СМИ был вопрос о дефолте правительства США. Обсуждались всевозможные аспекты проблемы, что следует понимать под дефолтом правительства. Какая вероятность государственного дефолта? Каковы последствия возможного дефолта американского правительства для США и всего мира? Надолго ли удалось снизить угрозу государственного дефицита дефолта США тем компромиссам, которые достигнут между демократами и республиканцами 17 октября всего года и тому подобное? В этой связи иногда затрагивались и смежные вопросы, касающиеся других возможных или уже реальных дефолтов в Америке. Речь идет о дефолтах на уровне городов и муниципалитетов США, о банкротствах банков и корпораций, о неплатежеспособности целых штатов, о кризисе пенсионной системы и других сфер социального обеспечения, невыполнение государством своих социальных обязательств также можно назвать дефолтом. Но вот об одном из возможных дефолтов Америки почему-то этой осенью ничего не было сказано. Речь идет о возможном дефолте Федеральной резервной системы, которая, как известно в Америке, выполняет функции Центрального банка. Федеральный резерв всегда выносит за скобки любых обсуждений, связанных с дефолтом, кризисами, банкротствами, считая его бессмертным и непотопляемым. Напротив, о ФРФ вспоминают как аккредитория последней инстанции, то есть чуть ли не как об ангеле-хранителе, который при желании может сам кого угодно спасти и оживить. Действительно, почти 100 лет существования ФРФ вплоть до начала нынешнего десятилетия никто даже не заикался о том, что этот институт может оказаться в каком-то в таком же положении, в каком не раз оказывались обычные банки, то есть объявить о своем банкротстве. Скорее, такое происходило не раз с казначейством. Например, 15 августа 1971 года казначейство США, которое хранило официальный золотой запас США, прекратило размен долларов на золото для официальных иностранных держателей. Золотое окошко американского казначейства, открытое после Второй мировой войны на основании договоренностей, достигнутых на Международной валютной финансовой конференции в Бреттон-Вуде в 1944 году, навсегда захлопнулось. Объяснение Вашингтона было простым. У казначейства, мол, осталось мало золота. Золота на тот момент было достаточно около 8,5 тысяч тонн. Но у хозяев ФРС уже созрели планы перейти от золотодолларового стандарта к системе бумажного доллара. Как бы то ни было, в экономической литературе события 15 августа 1971 года часто именуют дефолтом американского казначейства. После завершения финансового кризиса и деятельности ФРС произошли серьезные изменения, которые заставляют усомниться в том, что эта организация действительно бессмертна. Прежде всего потому, что может резко и даже катастрофически резко упасть спрос на продукцию печатного станка ФРС. Иначе говоря, нынешняя мировая нефтедолларовая система трещит по швам, и ФРС может оказаться неудел. Эту тему я не буду развивать, поскольку о кризисе американского доллара сегодня не пишут и не говорит только ленивым. Речь идет о том, что даже в условиях сохранения долларовой системы ФРС может оказаться банкротом в банальном, буквальном смысле этого слова. И связано это с программами так называемых количественных смещений, которые были запущены в ФРС в 2010 году и суть которых сводится к интенсивному накачиванию экономики продукции печатного станка. Официально заявляемая цель программы – преодоление последствий финансового кризиса. Особенно снижение уровня безработицы, который в отдельный месяц даже, согласно официальным данным, достигал планки в 10%. С сентября 2012 года действует третья программа количественных смещений КС, которая предусматривает выпуск в обращение 85 миллиардов долларов в месяц посредством покупки на финансовом рынке ценных бумаг. Речь идет об обликациях казначейства США. Сумма покупки определена в 45 миллиардов долларов, ипотечных бумаг – 40 миллиардов долларов. Бумаги приобретаются на вторичном рынке, то есть покупаются у американских банков и других финансовых организаций. Если казначейские бумаги до сих пор имеют самые высокие рейтинги, то ипотечные бумаги часто называют мусорными. Фактически ФРС своей программой количественных смягчений помогает отнюдь нереальному сектору экономики и американцам, ищущим работу. Она помогает все тем же банкам, которые получили гигантские вливания от правительства и ФРС в период финансового кризиса. Так вот, спасая тонущие банки Уолл-стрит, Федеральный резерв сам может оказаться в положении утопающего. По той причине, что баланс ФРС оказывается сильно приукрашенным. Мусорные ипотечные бумаги имеют завышенную оценку, которая сильно отличается от рыночной. При попытке Федерального резерва продать эти активы, обман выявится в виде реально ощутимых убытков. Пожалуй, на это обратили внимание лишь информационное агентство Bloomberg и известный американский общественный деятель Линдон Ларуш. 26 февраля 2013 года агентство Bloomberg сообщило, что его исследовательская служба заказала у MCKI стресс-тест Федеральной резервной системы. У той самой компании, которая по заказам ФРС, испытывает на прочность 19 крупнейших американских банков. Применив те же критерии, что и для банков, MCKI установила, что при неблагоприятном сценарии выхода из количественного смягчения потери активов ФРС, составлявших на начало 2013 года 3 трлн долларов балансовой стоимости по сравнению с 869 млрд на август 2007 года, при рыночной переоценке активов составит 547 млрд. Даже при самом благоприятном развитии событий потери составят по оценкам компаний 216 млрд. Бломберг констатировал потенциальные потери, невиданные за столетнюю историю ФРС. От себя добавлю, что ФРС из некогда солидного кредитора последней инстанции сегодня по структуре своих активов уподобляется коммерческому банку, причем весьма сомнительно. Федеральный резерв еще до этого просчитывал возможные убытки выхода из программы КЭС, но его оценки были равны лишь 120 млрд долларов. Специалисты, которые изучали оценки исследования, подготовленного для агентства Блумберг, полагают, что в них не учтены все возможные убытки ФРС, которые у него могут возникнуть в результате реализации программы КЭС. Дело в том, что еще до начала третьей программы ФРС проводил такую операцию по смягчению, которая называлась ТВИСТ. В рамках этой операции проводился обмен находившихся на балансах банков долгосрочных казначейских бумаг на краткосрочные казначейские бумаги из портфеля ФРС. Это также была помощь со стороны Федерального резерва банком, которая для кредитора последней инстанции может обернуться убытками. Эксперты предсказывают, что прекращение программы КЭС приведет к падению котировок на долгосрочные бумаги. Как бы то ни было, но указанные скрытые убытки ФРС значительно превышают сегодняшние официально заявляемые прибыли Федерального резерва. Отметим, что прибыль ФРС за 2012 год была рекордной за последние несколько лет и составила 91 миллиард долларов. В 2011 году она была равной 79,3 миллиарда долларов. Это заметно меньше, чем скрытые убытки, рассчитанные самим Федеральным резервом. В 2,4 раза меньше минимальной оценки компании MCCI. В 6 раз меньше минимальной оценки той же компании. Ну что же, скажет защитник Федерального резерва, ничего страшного. Ведь у ФРС такие солидные акционеры, которые сформировали уставной капитал этой организации. За счет акционерного капитала можно и покрыть выплывшие на поверхность убытки. Но увы, уставной капитал ФРС составляет всего около 55 миллиардов долларов. Это лишь ведро воды. А для тушения пожара, спасения Федерального резерва может потребоваться бочка воды. А за счет иных собственных средств акционеров ФРС вряд ли будут спасать свое детище. Акционеры ФРС – хозяева банков Уолл-стрит и Лондонского сити. А эти банки сами сегодня испытывают не лучшие времена. Так что лишних денег на спасение кредитора последней инстанции у них не будет. Сообщение агентств Bloomberg достаточно сильно взволновало некоторых народных избранников на капиталистском холме. Ведь оказывается, что во возримом будущем федеральный бюджет США может лишиться ежегодных, уже ставших привычными вливаний, прибыли Федерального резерва в среднем за последние годы это около 70-75 миллиардов долларов. Напомним, что в бюджет перечисляется вся прибыль ФРС за исключением тех сумм, которые идут на выплату премий сотрудникам этой организации и дивидендов банкам-акционерам по финансовой ставке 6%. Некоторые из сенаторов и конгрессменам даже обратились за комментариями по поводу информации агентства Bloomberg к председателю ФРС Бену Бернанке. Но как следовало ожидать, вразумительного ответа они не получили. На информацию Bloomberg быстро прореагировал постоянный оппонент Федерального резерва Линдон Ларуш. Учрежденный и руководимый им комитет политических действий КПД в марте сего года в своем пресс-релизе заявил, что до ФРС олдстритовские тусовки и их лондовских старших партнеров наконец-то дошло, что ФРС поплыла. Учитывая сложившуюся ситуацию и полагая, что Федеральный резерв входит в фазу агонии, КПД Ларуш выдвинул лозунг создания Национального банка США, который был подчинен государству и действовал строго в соответствии с Конституцией. Она, как известно, предусматривает, что полномочия по выпуску денег принадлежат Конгрессу США. Я бы не стал возвращаться к событиям февраля-марта 2013 года, если бы не те цифры, которые я увидел на сайте Федерального резерва на днях. За 8 месяцев валюта баланса ФРС выросла еще на 800 миллиардов долларов, достигнув на начало ноября 2013 года величины 3,8 триллиона долларов. Данные об изменении активов ФРС за последний год приведены ниже. Активы Федеральной резервной системы США в миллиардах долларов. Активы всего на начало ноября 2013 года 3802,9. Начало ноября 2012 года 2783,8. Прирост активов 1019. Казначейские бумаги. Начало ноября 2013 года 2120. Начало ноября 2012 года 1649. Прирост активов 470. Ипотечные бумаги. Начало ноября 2013 года 1393,7. Начало ноября 2012 года 852,1. Прирост активов за год 541,6. Прочие активы. Начало ноября 2013 года 288,7. Начало ноября 2012 года 282,3. Прирост активов 6,4. Доля ипотечных бумаг в активах в процентах. Начало ноября 2013 года 36,6. Начало ноября 2012 года 30,6. Прирост активов за год 53,1. Из приведенных данных видно, что покупки ипотечных бумаг Федеральным резервом росли даже быстрее, чем это запланировано программой КС. В расчете на месяц прирост этих мусорных бумаг составил в 45 миллиардов долларов. А прирост казначейских бумаг немного менее 40 миллиардов. Таким образом, Федеральный резерв тихой сапой внес коррективу в программу КС в пользу мусорных бумаг. В результате их доля в активах ФРС за год выросла с 30,6 до 36,6%. Что это означает? Дальнейшее ухудшение баланса Федерального резерва. Наращивание скрытых убытков. Впору к Блумбергу заказывать новый стресс-тест Федерального резерва. Есть предчувствие, что ФРС ненамного переживет свой столетний юбилей. Кстати, не исключено, что именно из-за опасений банкротства ФРС Совет управляющих этой организации придумал сворачивать программу КС. Федеральный резерв напоминает самолет, который уже долгое время парит в воздухе, но не находит аэродрома и не знает, как приземлиться.